И так, ребята, всем привет, и мы продолжаем читать мод под названием Пацанская Реда. Он пришёл чуть раньше нужного, но горна ещё не было. К нему подошёл Вася. Здоров. Хай. Они подали руки. Что делал вчера ночью? Вася резко перестал улыбаться. Тоже что и ты? М? Спал что? Спал. А ты? А, ну я тоже. А я на ли о чём говорить, оставшись в средине. А ты чего так рано? Горна же ещё не было. А ты? Вопрос равно вопрос нечестный. Да делать нечего было. А я просто чтобы поеду быстрее. Ясненько. Шахматы играть ведутся? Да. Играем партийку может как-нибудь? Играем. Как-нибудь. Что-то ты какой-то нервный. Вася всегда спокойный. М? Вася камень. Ничто не может потревожить Вася. Он явно какой-то странный. Вася голоден. Ой, е-е-е, ребята. К ним подошли девочки. Доброе утро. А вы чего на линейке не были? Не хотел идти туда. Иногда ведь ты так не хочешь никуда идти, да? Блин. Я ведь и забыл, что так и не пошёл с ним. Собидеть сюда. Вася, ну что, погуляем сегодня? Да, погуляем. Он видел, как Виола не любит, смотрел на него. Ребята, будьте так добры. Идите внутрь. Мне нужно поговорить с Виолой. С Виолой? Да, просто дайте нам минуту. Хорошо. Поднял Вася. Ну, спасибо, я получил тебе предвиденное обзять. Какие же? Я не могу сказать тебе. Ну да, ты говорил все равно, я молча слился. Ты теперь даже простино сказать не можешь. Да. Кончай до рука валять. Ты Динамо же, да? Эм, что? Я так и знала. Она собралась разворачиваться. Погоди. Молодой Ленинский, друзей Ри Кирилл Заной Виола. Все оказалось к ней ближе обычного. Она поздравляла его с самими уставными группами голодами. Моя правда была идея, она была пристена. Я просто не могу сказать тебе. Я довериваюсь к тебе, Синих. Люди так и поступают. Но нормальные люди. Но, наверное, нормальные люди, по крайней мере. Что ты думаешь? Что ты думаешь? А что ты не приятный? Возьми, почему ты не пришел? Он, конечно. Окей, хочешь сказать? Хочу. Кажется, они были смеятые противники. Не буду, но я бы пора. О, резко же в зеленый день пошла. Я же говорил. Ты сейчас серьёзно? Я же говорил. Ладно, ладно. Она тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я говорил. Очень младше. Прократили. Смешно. Я не виноват, говорил я. Ах ты, за страной смотришь. Ну что делать будем? Надеюсь, она идейка. Идейка неплохая. Она в драку и кишечек отель будет бешеварен. Не будет. Наверное. Очень на это надеюсь. А может, прямо по-моему, потерял столько? Ну, сериал, на него что настолько не терпится. Типа того. Он уже будет чем-то принятая, верно? Я тоже. Но тогда я знаю, что он будет принятая. А потом другое. Мне нужно будет позже попугадать на сестре. Может, поможет попозже? Не, ну ты и совсем так работает. В общем, отключение хочешь или дай? Хочу. Да. Ладно, я говорил заранее. Да, просто скажи про то, что похочу. Эээ, ну как я могу честь, заранее договоришься? Во-первых, во льве есть ничего плохого. Ведь она направлена, наверное, на личное благо. Но гений вовсе не ловут. Они принадлежат нужную правду. Хм. Его это запомнило. Ну ладно. Всё, понятно, есть охота. И когда-то они, блин, все мимо нас прошли. Или я на что-то так увлекся будущим сексом с Виловой, что не заметил всех этих людей. Ну да пофиг. Вин взял еду. На грязне в столово он увидел ранее любимый свободный столик у окна. И само собой сила на него. О да, чувствую трон под жопой. Главное, не бутылку. Непроизвольная улыбка. Как у главного героика, так и у читателя. В форту мастер писано по пасти. Всем респект, кто ждал, ждёт и будет. Обнял. Всем дальше. В грани яуха тарелка блостяной каши испарилась, растворилась уже в его желудке. Добротно. Залкоток хлеба с маслом в одноруковое, и компот в другую. Он, по традиции, валярно закинулся в прикуску, и уничтожал то, что было вроде в его руках. Животные секты попытались взять над ним вверх. Ну и вот главное воспитание предыдущего дня лагеря смогло сдержать и ближайшую отрыжку, на которой было среднедеревого торнадо. Так, погнали, поздрали, можно и потрашать. Он хотел встать, но внезапно. Погоди, родной. О, его остановил вожатый. Привет, Леонид Николаевич. Мне козырное место выбрал. М? Тихое, уютное. А вот подставь серьезному разговору. Весь во внимании. Он что-то заденочил. И окинул глядом в стол. А где Юля? Надеюсь, разговор будет пойдет не о ней. Семен. Я так и оказал тебе услугу вчера. Семен поднял номер в бровь. Я хотел бы попросить тебя о кое о чем замер. Ну? Что с первым... На втором мне нужно узнать... Я хочется узнать тебя. От тебя. Пообещай быть со мной честным. Тогда я тебя все за счетом вознагрожу. Сутка вожатого упала. Я хочу, чтобы запасить Семена. Мне страшно и интересно одновременно. И что он просит, если меня вознаградит. Лугать мне явно не хочется. Окей, буду честным, чтобы его не спросил. Его грубовое лицо явно истреложило его нервную систему. Семен будет я с чем-то был в домике Юлия. Эээ... Семена пробивала вход. Я вышел туда один. По-моему, это был Фио, и она просто ушла пораньше. Почему бы нет? Потому что это глупо. Ну и вам, она наделась. Я рыла, а она хотела бы, чтобы ты проводил ее до дома. Так может, она не хотела, чтобы Валя уже стала меня с ней. Поскольку Оля, я тоже симпатичен. Ммм, неплохо, неплохо. А теперь скажи мне сейчас. Как же дело у тебя там появится? Воспользуйся тебе кое-что секреты. Ты стараешься. Незусловно, я не могу шагать тебе. У меня есть ничего не было. Ну, поскольку интересовался. Зачем тебе знать это? Ура, ты в воском стопоре. Ну и... Окей, потом ты пацан. Ты воссталый пацан, а что никому не искал. Не знаю больше. Базар. Послушайте. Ну и, короче, им по ней раздивили. Эмм... Это бедико не то, что я уже давно слышал. Назал позади. Эй, любимый домикам девчонки, которым мне нравится. Оттуда ты выходишь и как-то странно ведешь себя. Ну да. Братан, нет. Воспользуйся за мёд выкраснел. Ммм? Не вздумаешь, когда что-то на неё тоже запал? Умоляю. Я сначала смена на неё залипала. Да не-не, ты чё. А ты мне его ждал, а она слилась. Ой. Что? Ну да. Слушай, парень мне говори, что я Виола так и не нагнул. А то я перед тобой подправиться, чтобы чёртки типа... А петра сегодня Виолу явились. Не-не, ты и в правду там ждал Виолу? Ну да. А что? А почему ты её именно там ждал? Потому что я сказал, что она пойдёт к Маше или что-то типа того. Точно, Маша. А зачем она тебе это сказала? Ну, мы с ней пообщались, малёха, она мне сказала, что скучает. Я такая типовой, пожалуй, сегодня я к ней пойду. Пожелание отца в Ужатого. И если верите в словах этих двух идиотов, они как раз вчера соберили Юлю в домик Ваши. Примерно тогда, когда я её трахал. Хм, вроде Южёт. Ладно, поверю ему. Пожелание отца Семёна. Ну окей, я просто думал, что ты тоже её демитишь. Ты признался и не стал ей по себе. А чё ты ей прямо так и не скажешь? Мне история ещё года восемнадцать будет, а я сейчас она ещё девочка. Не положено. Поэтому продолжай подождать, ей ещё немного нужно, а затем подкатывай. Понятно. На самом деле это без пизды. Когда же ты ещё про Курева спросил. А ну так не между нами. Я же тебе сразу огромного персонала видел, не знаю почему. И к тебе, пожалуй, отношусь как к Бартанову, а не к Пионеру. Ну у Васих Максима тоже нормально, у них какие-то свои мутки. Ничего не произвольно улыбнулся. Ой, да ну перестань. Не, в натуре. А вроде бы неприличнее воспитанный, при ксиве вожатого, так скажите. Но хочется иногда просто по пацанке попить здесь к кому-нибудь. Как я тебя понимаю, друг? Ладно, пойдём перекурим и я по своим делам. Поддержу. Ну у меня хотел было встать. Но увидел пару метров от спины вожатого Юля. В левых руках была табличка, на которой было написано. Скорей быстрее беги в бункер, меня скоро не встанет. Ну а как Реша говорит, а вот репорт убежал по спине. Вожатый заметил, что Семёнов не спел встать. Вдруг течёт. На аниме Семёнов был неприятный, а невероятно испуганный вид. Эм, взгляд. Ибо руки Юли были измажены кровью. Хочу подвес. Он понял, что Семёнов тротон тресклассивный. Тут чё ты там увидел? Вожат обернулся. Кроме пары панарейхов, убирающих в посуду, а никого не увидел. А чё он все доказание отравлён, глядя в табличку, и крылают в кистиру. Вожат ещё пнул фальшами, пытаясь расфиксироваться, что взгляд Семёнов на виду. А ооо, чё ооо? А чё ты говоришь? Важно, что наверняка появление оторвало на него в дар Семёнов. Но боевого внимания была так, что сточено на могиле. Но он несёт ничего, кроме обеедения своего сердца. Которое, как мне казалось, сейчас выпринесет грудной дверь. Ну а что ты? Кстати, мы селись как вожатого. Прости, дружок, что другого не так. Я не буду наглядённого вожатого. Затем он принес, что перевал в дачу, да, если там ничего не было. И как, тут светилось? А, да нет, понял то есть. Всё. Да, так, не важно. А выросли хоть и не. Семёнов. А вспомнил, что тебя довольно мягкий приводит. Вновляет там, да я сюда тоже выйти должна. Идет. И должна выйти. И для этого так и есть? Да я против того, чтобы тебе должны были отсюда вместе выйти. И не на этом, я там говорил, что я это был. Я жалю, чтобы стрекнул. Но по полю, я побегу. А там, выглядели, где-то так, что, уголовно, я тут ей считаю, что я отомстил из страха. Это и на марок. Это и на марок. Это и на марок. И на марок. И на марок. Они летят, куда-то бар, от меня. Отговаривали уже. Говорили, не надо. Нет, блин, я герой всё спасу. Где он в кусок. Лучше бы сразу надо. Сетрадьсяты, за фивасиком бы сгонял. На шага меня вообще раздали, чтобы, джази, все это всё раньше перед неизменностями. Не нужно, не нудиво выбить кончисто. Это да, это неплохо, а в остальном, какой же ты убил? А в остальном, какой же ты убил? Так, продолжаем. А в остальном, какой же ты ему дожгон? Ну что тебя жизнь не учит, Сема? Он так добрался до второго корпуса. Не, ну это все еще и капец. Вы прости любите меня, конечно, но я даже сам не понимаю, что меня мотивирует в третий себя. Бои, это Юля? Да не нафиг мне это Юля. Ну я тут вон Бартона перееду. Молодые, сестятые, девчонки. А я блин, даже какой-то бабочек потом взлетал тут. О, блин, все-таки. Ухват. А ты же решишь, Семен Семенович? Он берет Алиханна. Ну? С Богом. Он зашел внутрь и увидел такого новичка. Прямо как вся вторая добрая. А, да, вторая добрая. Ну конечно. Адам, надо ждать. Еще бы. Я пришлюх он полез в мера. Но там, кто был принят на единственное, не было виноват. Он хорошо перестал в зеленый гейбов. И слышал, в которой кто-то промочек и толстый. Счетки тачки, а по-постору все равно верно сидел. И запрошил. Заверили сразу запрошенные тачки в шопку шопку. Он на странице постачал. Тишина. И как это, блин, понимать? Прекричать может быть? Не, тогда раскрою себя. Ну, короче, не судьба ночи. Он выйдет оттуда. Я сейчас с ума сойти, нафиг. Извините, это такой крестомат, но оно неопходимо. Я буду передать вам всем эмоции и призвания к главному герою, да? Что такое? Блин, нафиг. Ладно, мы не считаем, что я просто думаю. Хотя, почему мы будем считать, если так оно и есть? Ванера прикурил папирошу. Ой, привет. Я только хотел, что вы берете старого код, потому что как-то не видел. Мы были все собирающиеся за киплом. Ну, я думаю, что вы... Но разу не пришли к интерманула, а вот теперь программное, я сделал. Сейчас я проводил, ручка, да? Ээээ, это за татна. Ээээ, это за татна. Ээээ, это вот как бы пупHE, где-нибудь... Какая минация, посвязываясь, да? Ну да? Ладно, кудай. Он что-то и по диаметаме самолетный... А да, если не можно, то так говорить. Да, и как-то... Понимай. А ты тоже не видишь, ну... Иииииииииииииииииииииииииииииии... Что с тобой? Мы видели, что мы хотели уйдать. Мы только трон все ручили. Что тут нафиг варить? Привыли, что мы тут проверим, что за трёхнулся. О! Сустрей, а чё? Адамажённый бутыл. Девочки! А чё с самого начала? Я запрятал. Не понимаю, что это. Могу его запрятать. Иначе он будет с огромным голодом. Эй, блин! Ты ну, у меня бэрэр. Ты и все, бэрэр. Ты ну, во что? О, боже. Серьёзно? 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 Объясни, что происходит? Ладно, я не знаю, что после того, как мы устали, что есть. Ты понимаешь? Я не вспоминаю. Ух ты, что-то у меня сейчас даже не пляж, не пляж. Если ты меня сомневаешься, то я не могла пришить помочь. Потом мы почти все в этой доме. Даже где-то кого-то попало-попало. И все это удивительно, когда я делал. И он просто сейчас начал не снимать. И если ты пляжешь, пожалуйста. Это только разница, что такого не было в своей памяти. Я вчера поужинал, а потом я, она говорила, что на что-то попало. Но я пошла в себе и легла спать. Не верно, пошла в себе и легла спать. Да. Мы вчера были вот сюда вдоль. Почти поднялась. Но я не сразу пошла. Угулял через положение. Где гулялась? На колокольчике я набрался, и легла спать. Знаешь, я делаю на спортивную площадку, и легкс ухоев в этой колокольчике. Какой работа? Ну, там надо пареньки подыграть. Уводы в рот и немного западеют. Пробеждают. Хорошо. Пожалуйста, кто в себе и легла спать? Свою мать. Я нифига не понимаю. Я был вчера с ней. Я раньше говорил, что все чаще забывают, как ложиться спать и прочее. А что-то тут не так. А теперь скажи мне честно. Что это того, что ты мне рассказал 100% правды, а не вымысел? Абсолютно все. Ты уверена? Юля немного зависла. Ммм? Забачай, мелкая пауза, подключай. Да, на 100%, хорошо. А что я буду пришел тебя со мной не обжать? Забай, не уберяй. Я не знаю, что у тебя неужели. Но я не знаю, что у тебя есть. Забай. Давайте в Introduction. Забай. Обещай. Забай. Забай. Поехали. Забай. Да, конечно, кладут. Это не изменяется. У нас не поможет, это просто западает, а ровно мне. Вот, что дела я пропал уже? Сейчас, когда я обыцаем, побыстры разознать, кто-то ждать, я получаю бесплатное предназначение ответа. Даю мне этому, что не видел, не бывает. А ты ей поговорил о нашей подъемах, и применяем листья от этого, я не понимаю. Ну, нет, что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь... Ах, да, я не знаю. Ну, чё-то не собиралась пройти уже, всё, да, я хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро, и что-то такое стоило, наверное. Так я всё равно ещё не понимал. Она лишь сильно разведённая семённая. Я, напряг, как-то, что-то, что-то. Что-то сильно, пожалуйста. Чтобы сравнело, я её ещё один, чем победителя, что-то, 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 что-то. Наоборот. Наоборот. У Юлия чуть-чуть спать, да. Да, на самом деле вернулась. Сладь? Ну, одержил бы её. Наверное, вот тут куда-то всё. Ты же измиралишь, видишь? Да, ну. А это всё вовсе не то, что я сказал. Девочки-карал, ну, я с ним. Жесть, справа, это всё, что-то много. Но я не так не подтолкнули, да, наоборот. Давай я покажу тебе кое-что. Она прожжёт к Семёну и взяла его за руку. Семён, например, не прожжённо вдрогнув, пошёл и поблипушки мурашки. Идём за мной. Я хотела его не слушать. Она прожжёт его за собой, держа за руку. Поднявшись на трансляции, дойдя в одну из комнат, она открыла старый пыльный шкаф. Сорнув руку поглубже, она что-то начала вытаскивать. Семён, будучи в шоке, от произошедшего, просто стоял и полностью наблюдал. Он не понимал, как могла реагировать на всё это. И я сам не мог уверенности сказать, что она ему безразлична. Видимо, прикосновения имели вид Юли хорошо повлияли на него. Но он всё ещё не понимал, что она сейчас вытащит, и почему она не полет в вчерашний вечер. Вот. Она повернул к Семёну. В руках как у неё было оружие. Это Маузер. Я нашёл его пару дней назад. Это день до того, как приехал ты. Это только один патрон. Юлия перезарядила его. Он стоял в пару метров. Ты чего удумала? Она навела на него пистолет. Эээ. Не переживай. Тебе не будет больно. Ну да, но она точно не физически. Я навела пистолет на свой весок. Эээ. Положи его. Из неё изглад потекли слёзы. Эээ. Если ты вновь повторишься сейчас, что ты не можешь приходить со мной на общаться. О, хрена. Что думаешь за церковый шантаж 80-го лебела? Ну же. Я передумал. Она пошёл пистолет. Я вытерял слёзы. Прости, я погорячусь. Прощаю. Слово восхищение буквально было минимальное. Макры были заделаны, и Семён не только сочетливо видел её легче. Заново подложила рука силуэту, мог понять, что она делает. Мои виды светли, как тот пистолет, что на те наводит потрясность во голову, уже висклана перед ним. Я пошутила. Но это чувак. Прямо ловил шурки у тебя. Она пришла к нему вплоть на голову пистолетового рука. Я еще юная и глупая для таких нервов. Стоя мое хрюли, что ей тем радует мне и менять. Она плетела руками в уши, постоянно напояя её пистолетами губами. Потом я себе взрослую, я думаю, что игрушек поинтереснее. Его головы почти прикоснулись к губам Юлия. Он останется на голову. Я не могу его изменить. Будем друзьями, окей? Что? Нармежать, извини. Порежка выбежал из здания. Я услышал крик к спину. Ну ты и урод! Он что на пистолет станы за спину. Прости, детка. Но мечтал выбить его, если она сильнее, что спасти тебя. Он разогнался и засуществил. Я уже бегу к тебе, Билова. Надеюсь, она не обидится за опоздание. Он так и добежал до домиков. И пытался отдышаться. Фух. Многие немного удорожали, но он уверенно в себя в курсе на домика Оли и Виловы. И, подойдя к нему, он постучался. Тишина. Но мало ли не слышит. О безрезультатном, да. Молодежная заточка двери заперсная. Это я пробивался и она просто не смогла прийти. Она ебли мозгов бы. Опять ебли мозгов будет, в общем. Надеюсь, отмазу, что он с поносом вновь прокатит. Эй, идиот. Семен повернул голову вправо. Не забери, высунулась Маша. Это тебе. Она запустила поваженную Семен Лёдик, где к его сторону. И закрылась в домике. И как это понимать? Табалетика покупала точно его около его ног. Подняв его, он просчитал. Извинилась в стране, отпустила. В другой раз, Семен. Блин. Да. Хотя на месте он селезненно наличь в свой домик и достал папиросу. Слушайте меня тем, кто погнался за двумя зайцами. Хотя же в тремя не очень- Хотя же в тремя не очень- Хотя же в тремя не очень- Да не обойдёт. И что мне делать с этим стволом? Он прокурился и стал пелиться в небо. Красиво, однако. А утречка выдувать бодром, конечно. Надеюсь, он я истинкнулся и сдвинул в дуку не тут. Хотя всё постепенно к этому ведёт. Другую варианту сразу. Причём... Такс, прогуливаем? М? Он на противогляд напротив, что я стоял вожатый. Всё прогуливаем. Эх ты! На линейке же говорил, что всё убираем на площадь после завтрака. С меня там не было. А, ну да. Надеюсь, ты хотя бы интересно провёл время. Ужатый стесил рядом и закурил. Ну как же правило? Чёрт правило? Ну и прежде всего все сейчас на площади. Ну как там, Виола? Ужатого вновь сплошили. Где он дал ему самолётик? Ха, снова неудача. Чувствую себя идиотом. То есть ты и тут два часа сидел. Два часа? Я удивляю нагрязнённого Ужатого. А завтрак как бы два часа уже прошло, до обеда недалеко. Капец, прошло всего лишь два часа. Я думал, что уже по коему шмуту, уже по нормам. Ой, ты тут недавно. Ужатый удивлял на нас улыбкой, глядел на Семёна. Типа того. А что так? Где я был всё это время? Да тут так, гулял. Ужатый человек только нахмурился. Гулял два часа? На секунду? Это именно тогда, когда ты уронил стул? Ага. Это происходит тогда только сейчас? Ага. Позволь узнать, что же было? Опа-на, а вот и отмазочка пригодилась. Никому не скажешь? Зачем ужатого изменилось? Потому что я сегодня некуда не скажу. Только обещаю. Это между нами. Это только между нами. Обещаю. Позволь по носу. Что? Вода же-то явно не ожидал... Не это ожидал услышать. Когда вы сидели с тобой, я вспомнил про Лаву, про то, что с утра надо было сходить. А если с утра 50 утра, то потом весь с ней худо будет. Я чуть-чуть был не обосрал, пока вы бегал с головой. А вода-то еле беру в смех. Ты серьёзно сешь? Да. Только по-братски, не говори никому, что я на кишечник слабый. Что у меня кишечник слабый. Помню как-то раз, прямо во время драки, дристано в подки. Балуфиер. Балуфиерично, конечно. Ха-ха-ха-хахах. Можно ты одну. Ладно так. Как отчетатель, помогаю. Ха-ха-ха. Но ты даёшь. Полагай, я бы убедр обобраливай такого замысла. Замеса. Умер? Умер бы от смеха, если бы мой оппонент брызнул во жидком в торселя. И тебе было смешно, вот. А ситуация страшная. Ладно, посмеялись и хватит! Что делать будешь? В смысле? Досок. Порядомал уже какой-нибудь? Не знаю. Кстати, разбираешься в биологии? Ну, не особо, а что? Не особо, а примерно. Ну, типа, куда ударить, знаю. Ну и как разбить сердце? Разбивай сердца так-то не физически. Ну то, ну вот, а я знаю, что это как физически. Смешно это. Я имею в виду, углублённый не изучаешь? Не. Вожатый грустным да выдохнул. Ладно. А чё такое-то? Да ничего, просто скучно. Настроение мозга не знаешь, а? Э-э-э, ворота угнуты. Куда мне там? Ладно, пойду я. Я думал, вышла мне Маша. Ой, Маша, привет. Здравствуйте, Леонид Николаевич. Куда это мы собрались? Да-да-да, так погулять просто. Она-то всеми нам интересная беседа. Ну, не знаю. Да ладно, Махан, присоединяйся. Расслабьте, чё такая нервная? Тебя увидела, вот и напряглась от изумления. Ой, прекратите, Леонид Николаевич. Что тут происходит? М? Несемненно, Леонидом назначено посмотрели на неё. Она сожила руки на груди и величественная начала. Видели себя как дети, ей-богу. Что-то не так? Лицо вожатого резко стало хладнокровным. Маша неправильно удивилась. Ебать у неё взгляд убийственный. Да нет, всё так. Просто мы могли бы быть уже посерьёзнее, мальчики. Ты как разговариваешь с вожатым, девочка? Вожатая встала. Маша не на шутку испугалась. Извините, пожалуйста. Как она, блин, с такого милого переключает в себе режимы? Что она невинная, испуганная девочка, серьезного психопат-убийца с прикреповыми глазами. Хотя разок она мне даже показалась не милой. Ой. Что-то меня... Она прыгала ворот рукой. Что-то, что-то такое. Подташнивает. Одарежка забезала в домик. Я бы слушал эту руку, летающую из организа этого милого создания работы. Что это она? Без понятия. Страванула, может быть. Съела чего-то не то. Расслабившись в ворот, опять чего на ступенька. Или залетела? Хе-хе-хе-хе. Я даже не смеялся. А вот вожатый по-наоборот потерял как куда-то свою улыбку. Да не, рановато ей. Сколько ей, 17? Ну это еще чего? У меня на районе, не помню, 15 летней девка с пузом ходила. 17 какой-то. Вроде бы норма, а вроде бы ей 15. Вожатый все так же сидел, где-то глядя в пустоту. Эй, ты чего? С одной подружкой дружики толкнулась в плечо. А он лишь че-то покачился и никак не реагировал. Зашучуя, не залетела она. Она вообще не очень. Я бы даже с ней не стал бы, но ты понял. Ах, хм. А я вот сейчас задумался. Было бы прикольно, чтобы у тебя на смене кто-то залетел из девочек. Хотя, с другой стороны, в этом бы не было ничего неожиданного согласить. Молодые ребята и девчонки по 17 лет познают друг друга. Молодые ребята и девчонки по 17 лет познают друг друга. И предохранятся тут, полагаем, нечем. Да и с другой стороны, будь разумнее. Раз уж ты идешь спать с девчонкой без предника, ты будь гостя на готове, ибо чего тут можно ждать? Билет на аттракционы? Семен зажжал. Я так с честным понял, что вожатый все это время молчал, глядя неотрывно прямо. А после окончательного монолога он начал пытаться привести вожатого в чувство. Алло, братан! Вожатого за плечо. Я собирался ударить посетительное. Ковзор пойдет, я лягу повернуть на него. Погуляй, будь так добр. М? Вожатый глянный венчатый. Через пять минут горн будет. Иди покушай. А че такое-то? Че подорвался? Так, блин. Слишком это все подозрительно. Неужели? Семен начал складывать паззл. Семен складывает паззл. Семен сложил паззл. Семен умеет складывать паззлы. А че он отвечает? А че он отвечает? Нет, нет, нет. Это ведь неспроста он сейчас так на ровном месте загнался из моей фразы, а? Блин, я не верю. Ладно, я пойду. Чупай. Семен пошел в сторону площади. Не уходя от болот, он слышал как дверь шума в какой-то вдовеке захлопнулась. Блин, это идеальный шанс. Он пошел в вход к окну до Микамаши. Ну и первый взрослый за домик по дорожке встретила Оля. Приветико. И Оля ярко улыбнулась. Приветико. Он попытался так же красиво, но вошел как всегда. Снаби, пьянь, снаби, пойдем? Пойдем. А его встали, наоборот, с другом лучше наблюдая. Ну, пойдем? Ну, пойдем. И так же продолжали стоять. Слушай, у меня еще одна дева есть. Ты иди, а я тебя их догоню. Дело? Какое там дело? Какое дело? Блин, как синяк, как синяк, кстати. Крайне личного характера. Иди, я сейчас через минутку подбегу. Так что же дело? А, до шнурки развязали. Шнурки? Серьезно? А ему были взглянули на туфли Семена. Шнурков там даже не было. Господа, Семен? Он понял, что даже сопротивляться ему с планетой. Да, драчься, я не парся. И коряво улыбнулась. Пойдем, пообедаем. Через какое-то время они пришли к Толовой. На входе была куча народа. Хм, как не странно. Хм, странно. Горна даже не было. Оторвался с университет толпой народа. Он видел девочек, стоящих напротив. А вот и три девицы. Ну, как ты? Что делать? А ты? Юра молча делала на Семена, без всяких эмоций. Что уже неплохо. Мм, ясно. И все четыре продолжали стоять в тишине, наслаждаясь сим, то смехом из толпы. Установочка выдается напряженная. Все эти девочки в той или иной степени проявляли симпатию к Семену. А он стоит как долбоёб и молчит вместо того, чтобы драхнуть всех прейк как нормальный пацан. Да ладно, неужто ни у кого ничего интересного не произошло. Я почту пробую. Я спала. Считал книжки вожатого. Помогалась медсестре. И всем надо тихо. А я зашлифтовываю. Семен пропустил всегда вперёд по очереди. Надежда пошла я села куда-то отдельно от всех. Завел историю направить людей на свой столик. Семену себя взял под нос порчом, пять девушек и котлеткой, нанесел разводимыми в Украине столик или клукна. Я раньше в жизни не видел, чтобы кто-то, чтобы его кто-то занимал. Помимо меня, надо только если со мной не поговорить. Как это было на прошлой смене? Он тверски разделался, сидел в дежурном подсоса. И сидел в своей любимой позе, попивая компот. Так, начнём. Он хотел начать свои любимые раздумья. Но его приводит чей-то голос в голове. Твою мать. И я о том же. Чё? Чё с дела? Голос? Ау, есть кто? И что это, блин, такое было? И он говорит, сразу упал на Юля. Она из серебряных метров от него ответно глядела ему в глаза. А он в опросительном глянул на неё. Она встала и пошла к нему. Добавая пришла с недовольным лицом. Я не понимаю, что происходит. Объясни мне. Что объяснить? К слову, у него даже на все это время находился тот самый пистолет. Объясни мне. Я не помню этого и чувствовал момента, как проснулась. И как его живут в спать вчера? Чётко помню, что мои хорошие мои попознания были по силуэту голос. Ты сказал мне, будем друзьями. Окей? А с теми, я всё равно в втором корпусе абсолютно одна. Ты помнишь что-то? Вот опять началось, сука. Все одновременно прикипили здесь лось и неверумения. Он не понимал, как реагировать на это. Но в то же время я испытывал какую-то ярость. Ты начал тихим урок грубым голосом. Ты, блин, издеваешься? Слушай, отстань от меня. Почему? Объясни мне. Сейчас же. Короче, не приходи ко мне и не говори со мной больше. Ты меня напрягаешь. Ты не на шутку заставляешь меня злиться. Это ты меня злишь сейчас. Закрыл глаза на секунду. Я открылся, ты сказал. Беги. Беги, сука. Я только пока я тебя и застрелил. Я увидел, что вы уже сквозь себя довольным лицом. Что будем не так с этим человеком. И человек ли это вообще? Я в афиге. Надеюсь, его там нету. Хоть отдохну по-человечески. Он ушел в домик. Ужас, если ты лежал в кровати и молот смотрел потолок. Не глядя на Семена, он начал. Пообедал? Да. А ты где был? Да проебался. Эээ, кусок в горло не лезет. Сложное утречка? Для того. Как давно? Конечно. Моложатый говорил неимоверно спокойно и обаюкивающим голосом. Но по нему было видно, что тут что-то не так. Я разделся, иду к кровать. Он принял ту же положение. Постолкать в день или сидеть в столок. Между ними была напряженная атмосфера. Болтаем? Можно. Моложатый засток взросл и одно кино осенью. Радут? Офиг. Африка, 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 африка. Да, я тебя на просто после последнего примера. Девушка все настолько грустно. Да я даже не знаю, все певеды, иди. Это я дамак? Да. Моложатый говорил все так же спокойно. Дождете оптим? Видимо да. Эй, ты. Можут тебя опорта, нет? Вот не знаю, но я просто говорю, нет, как они обыкнуты. Обычная ситуация. Осталось. Повещай, я все не повещаю. Обычная. Погоди, друзья Юлия нравится. Правильно, что-то ведь... Людмила сделала в таких ситуациях. Ну... Ну чё я? Боря Юрия я люблю, а он же странный. А здесь странный. Какой бы тебе не хотелось бы объяснить. Ну как бы так объяснить? Он сказал бычок кукурузку с водой. В общем, я насилю Машу. Что? Я нас видел. Что-то я серьёзно? Что я ещё спро... Он, что я спрашивал, нигде не на него. Они оба неотрывно глядели пустого. Да. Юлю я хочу добиться. А потребность секции, само собой, никуда не пропадает. Окей, дядя, за что ты ее насилуешь? Повторяю, я потребность секции, когда ее никуда не пропадают. Но ты чё не подкачешь к Юре? Правильно, всё так просто. Да и дело не в этом. Давил объяснил, что раз я начал. В общем, Машу, я кажется, как грязно залетела. И я, видимо. То есть... У меня внутри... Начал куда-то скрутывать пару. Да я сидел по маршруту Юре. Что-то так это с ней? Да. Но ты жёсткий. Как же ты ее насилуешь? Наверное, как ещё? Иногда бью ее. Вообще каждую ночь, на самом деле. Ты были серьёзно? Ты слышишь? Зачем? Потребность секции никуда не... Да я понял. А зачем ты проповедливаешь самого себя? Тем более, если хочешь другую. Ну, знаешь... У меня отдельная ПУА за потенциальная жертва. В смысле? Верота. Но всё везде держала нечете. Никому нет, что у нее не было. Здравия, если все это припателем людей. Нет. Да и можно запросить комментарии. А теперь пользуется предложение. Зачем начинать совать? Своя цель самозатая. Сама он продолжает. Ну, смотрите, здесь столов. Сейчас, если ты мне все предстоит справиться. Спустим. Я делюсь с тобой теперь. А ты собираешься останавливать? Неа. Могли заберевать человека берутся. Зачем ты собираешься справиться с твоей девочкой? Потому что могу. А ты собираешься? Ты знаешь это? А ты из будущего и что? Он затянулся. Мендовец. Если мы будем вериться, кто и наш большой говнюк, и хуй у кого больше секретов, брось себе на папиросу. А то все откуда ты знаешь. Абсолютно не важно. Но важно то, что я принимаю тебя каким-то таким есть. Ты не говорил о тебе ничего плохого, чтобы ты не натворил. А это иногда называется уважение. А ты загадишься, и это делает тебя только только интереснее. Как он? Послушай. У меня нет цели предупредить никому. Но я абсолютно никому не желаю зла или боли. Просто это видите ли способом потише самого себя? Кто ты себе персонаж? Я персонаж Семен Семенович, и я пытаюсь поесть тебя. Я и красный Леонид Николаевич. И я уже вижу тебя насквозь. Красный? Ты что здесь прощая? У тебя есть какая-то цель, верно? Да? Не переживай. Ты все равно с тобой забудешь об этом диалоге. Так поверь мне. Слушай, ты меня конечно извини. Красный отверг вязать от потолка. Не дури, малый. Ты можешь быть и из будущего, но главное тут я. Поэтому давай я втепер вальсе расстязываю, для чего ты тут. И нанося будет бобо. Поверь, тут попоголю повернуть потолку. Окей. Разреклил попероску. Ты же знаешь, Юга, да? Так. Никто другой. Два дня назад я наверное ходил в другом лагере. Вернее, в этом же, но она 10 лет позже. Интересно. Я сказал, что же Витрин наставайся, мне стало ужасно. Что же Витрин на этом ночевали? Да, наставу ужасно. Блохо. Страшный, страсный, что я наставайся, у меня у нас тут что-то такое интересное. Вот так вот. Что-то оружие. Я оставил подожать все с ними. Я только знаю, я увидел, что я делаю, что я делаю. Страшного мнения. Я не понял, что происходит, но вы так не научились. А наставай мне, что я должен ее исправить. Он только приобрел. Исправить? Ого. А наставай тебе, как это сделать. Вот, все. Простай, ты знаешь, что ты тут сделаешь, Юга, или нет? Ну, не знаю, а что? Не. Манажем здесь. Странно. И почему? Я подумал, что я ударил от тебя. Я проснулся. Я подумал, ударил о меня. Я проснулся утром на автобусной остановке, встретив силе в спереднярской форме одежды и без ушей. В принципе, все. Все? То есть, ты не знаешь, что ты тут, или как я делаю то, что она сказала? Увы, понятия не имею. Или я тупо начало играть в победение, что-то казался? А о чем уже жалею, в принципе. Это крайне прискорбно. Он у нас легкое удалось от потолка. Ладно, я понял тебя. Можно дремнуть. И это все? Рассказывай мне больше ничего-ничего, я не хочу. Не хочу. Ну ладно. То есть, я тебе вот так просто... То есть, я тебе вот так просто взял и рассказал. Все, а ты просто ложишься и дальше заглебаешь? Все равно забыть, что ты делаешь. Как ты засыпаешь? Ясно. Все уже под одеяло, трянувшись к стенке. К стенке. Губа люрек. Мысли всем, что я забыл. Он глянулся краской столь надежно на спине, но уже с закрытыми глазами. Семен отправился в скорочный мест наведений. К слову, воспользовавшись моментом, когда красный закрыл глаза, и он взял пистолет и положил его под подушку. Как-то надежнее. Он ждал сна. И че? Где ты пиши гребанность? Ебанность лисонка, положенная в этом лагере. А-а-а! Он проснулся. Че? Ночь надвое? Он боялся, что повесенье темно, но не двигал. Но не двигался и не подавал виду, что он проснулся. Нет, это я тебе. Только не сейчас. Куда ты в тропе ходился? Я выбежал на улице. Это че такое? Он защипнул себя. Пригнал взять проверить, что ли я. Но все же. Я вроде бы не сплю. Почему ночь? Неужели я уже не слушал зоров? Я куда он этого нарванул? Он быстро наделся и выбежал заложатым, взявший пистолет. Че это такое? Блин, мы сколько проспали. Он ориентировался на следы, которые трудно было развязать в таком ощущении. Они вели его прямо в старый корпус. Креповенько. Он оставил данные старого корпуса. Ему ноги и руки дрожали. Он, собрався силами, пошел ко входу. Он точно был тут. Это что, кровь? Он, собрався, увидел капли крови, тянущиеся ко входу. И вот он макнул у них палец. И уже. Но она только не пролилась. Пройдя внутрь, он обидел знакомый коридор. Так, что иногда он кажется враждей страшнее, чем он выпидал. Ну ладно, принеслайте. Он предложил их показать. Он предложил их показать. Чтобы все стоят в этом мире. Наготовно были диалоги. Но он на всякий вопрос, что он был устроен в машине других. И в нем был диード Nam. Креповенько присоединился на туалетах. Янешнего. Он оказал непонятное подмотание в Азиылне. Возвращаясь кPlac. Это как-то мне. Сейчас я не знаю. Здесь все время я уже не могу нормально. Возвращаясь на языке. Вновь морозных материн. Пробом знаю, что они творят. Прошлые, наверное, были не надеялись, «внепродято» странная картина. Какого хрена? Реальный парень, зажатый, объявивание, мы делали какие-то два кресла. Как автоматолога. Одну из них лежала девочка, Он сказал, на другом лежал, вот это я, вот это пострелец и все держал обратно. Что и мне сейчас объяснишь, что тут происходит? На другом, как я следовал по логовым сильным, подыгрывал, что на стенах. А вы кила быть странная смелая, что хочет. Вопрос. Ребят, и к судьбам, чтобы объяснить, перед тем, как мы палец надо видеть на спустовой крючок. Ты, как всегда, и не говоришь. Вы даже не обещали, не зимы ярко кровать. Как бы он начался? Как они все это не через, как и маленькие помещения? Почему так? Я. Макс. Запускай протокол с вами. Ага. Э, вы что-то собрались делать. Макс взял... Макс может быть, нельзя в структуру. Какой там? Третий нет, понял. Протворитель. Давай, ну проверим, что это. Макс, не понял, что еще не потерял стопа. Работает отлично. Вот он уже в ДНК, вы говорили. Что для всех этих баллов? Удоверен, что это был сам. Но, видимо, это было, почти было не за правду. День третий. А так я думал, что будет День третий уже. Чем я начнулся? Медпункт? Он начал наглядываться. Что вчера произошло? Г-г-голова. Г-голова сильно болела. Но это не мешало ему наглядеть Виолу и какую-то женщину. Увидев, что День третий начнулся, Виола сразу начала. Отправляй с ним. Пожалуйста. Можно я с ним позабочу? А вы отдохните денек? Где медпункте? Интересно. Ладно, обхаживай своего муженька. Пойдувать по-человечески. И если что-то произойдет, сразу забеги ко мне. Понимаешь? Ёлки, вновь. Личина ушла. Ну, привет, как голова? Болит. Еще бы она не болела. А что случилось? А ты не помнишь? Нет. Подружка кончишь? Я и в правду не понимаю, что это дело. Лежишь? Вижу, что не встает. Почему я тут лежу? Вчера подошли тебя на площади без сознания. Ммм? Ты в тебя надеешься. Что это дело? Это я и пытаюсь узнать, что если ты не понял. Вожатый, заметив твою пропазу, сразу побежал искать себя. Вожатый? Да, Леонид Николаевич. Кто-кто? Я тебя удивилась. Леонид Николаевич, вожатый нашего отряда. Эмм. Так. Ты не помнишь, кто это? Ты на практике пытаюсь помнить. Не помню. Ты серьезно? Давай понять, не имею, о ком ты говоришь. Ты меня-то ты помнишь? Конечно, как я тебя забуду, моя любимая. Так я знаю, что ты не забудешь меня. Она-то ты чего узнала. Но я, Алиса. Кто? Я немного удивилась. Ты чё взяла? Лучше я так не злись. Кто-то же? Ах да, извини, я вчера не смог прийти. Куда? К тебе? Ну вот, ты поняла. Мы же договаривались. Мы же договаривались вечером. Кто-то не знал. Мы вчера? Ну. Мы договаривались с тобой потрахать. Но у меня почему-то не получилось. А, точно. У меня подруга сбила какая-то девушка, и пусть всё помочь с этим. Кто? Кто-то не говорил, что тебе был полнос. Вчера? Давай с ним. Кто-то там сбил, кому-то помог помогал. Я не помню. Оля? Нет, не Оля. Маша, Юля. Это кто? Таааак. Вот так и не надо мне тот сейчас. Нет, я не правда не знаю, кто это. Маша и Юля? Да, всё равно слышу. Маша маленькая девочка, книжки читать и читать любит. Юля, за день веры и всех достает, но очень добрая. Увы, я тоже не помню. Я не верю. В смысле? Кто-то помнит последний... Кто-то помнит последний, за вчерашний день. Дай-ка вспомнить. На дверь постучались. Открыто. И зашли Оля и вожатый. Доброе утречко. Уже почти обед, Леонид Николаевич. Неважно. У кого-то только утро. В видпункт спошёл высокий молодой человек, подавшими глаза. И Оля, которую Семёна не забыла. Это и есть вожатый, полагаю? Ну как, боец? Здравствуйте. Вожатый нахмурился. Здравствуйте. Серьёзно? Ты серьёзно? Он продолжал удивляться, смотря на Семёна. Как она Семёна нанила. Леонид Николаевич, что такое дело? Что это дело? В общем, Семён вас не помнит. Вожатый удивлён, когда позвонился к Семёну. Это ты серьёзно и не помнишь меня? Да, извините. Приехали. Ну-ка пойдём, помогу осуждать память. Вожат помог встать Семёну с кровати. Он стал в одних трусах. Юля Оля сильно удивилась. А Оля, видимо, замечталась. Надевайся, проветрим тебя. А ему так можно? Можно, мы же недалеко. Посидите тут, нам надо поговорить наедине. А как скажете, Леонид Николаевич? Оля всё это говорила, глядя на Семёна. И Виозова так же гвоздь не отрывала. А Семён оделся. И вожатая, и вышел с вожатым. Угощайся. Он представил всем с Семёном Иоанном папиросу. О, а так можно? Да, можно. Они, мол, ещё прикварили. Внутри ничего не помнишь? Неа. И что вчера было, там же не помнишь? Я сказал Виоле, что помню вчерашнее. Она и она сказала, что это было поздно вчера. Вот оно как. И ещё сказала, что я не помню каких-то людей. Каких. Виола и Оля помню, а остальных нет. Именно Максим, Вася, Оля и Маша не о чём не говорят? Нет. Сложно даже ты улыбнулся. Ну что я за самого зотого? О, да. Эти утверки стали достаточно больше, чем потребовать, но за то, что сработало как надо. А забыл людей, которые как-то связаны со мной. Прекрасно. Что по тебе не вчера помнишь? Помню, как я... как-то... Помнила, как какая-то девочка столкнула меня по пути к Виоле, а затем подвела, как сидел в домик. Мне затянулся. Что? Он мне этого вчера не говорил. Сказал, что её где-то пытались удержать. Ты вправду понял с этой, или тебе просто кажется? Вероятно, я помню. К чему пентапрякция. Да, это всё, что прохошел в Виоле, но меня подтолкнула какая-то девчонка. Она не сказала, что это невнятное, а затем вроде бы пропала. Она вчера на экране, ничего не помню. И когда это было по-твоему? По-моему, вчера. Ну, Виола говорит, что я собирался к ней вечером предавчера. Как-то так, в общем. Интересненько. Расскажите мне, что вчера было. Может, на ты. Мы с тобой как бы корешим... корешим нормально. Приятно? Думаешь, я просто такку тебе курил дал. Это заслужить надо. А ты пацан ровнейший. Ну, в моих глазах, по крайней мере. Я не репо улыбался. Благодарю. Полагаю, у нас были офигенные отношения с тобой. Более чем, да, мой друг. Более чем. Взятый затушил бычок. Хочешь знать, что было вчера? Да. Ты проснулся, ты хрупишь погонущее трактство. Ну, думаю, я пофиг. Оставлю тебе записку, что может идти на линейку. Затем мы пересекались на завтраке, побутали, а ты куда-то убежал. Что я и сказал, я тебе прихватил по ночь. Бывает такое, этого я точно не забуду. Ну вот, далее мы с тобой пересеклись, а ты поболтали о всекосечении, покурили и пошли пообедали. Потом пришли в домик, который ты сказал, что дременешь, я просто продолжу читать книжку. Хожу горно, но ты не стал видевать, я уже очень хороший сон снился. Думаю, ладно, пускай еще поспит. Пошел прогулялся, подежурил немного и обратно. Время у меня было около 10 или 10 вечера. Я пришел, тебе нет. Мм? Я не помню, что звучало. Тебе просто не было в кровати. Надежды нет, кровати не направлены. В общем, куда-то свалил. Менее 50 минут поисков, я нахожу тебя спрячем на лавочке на площади. Молодец, честно, по приказу бредить тебя, ты никогда не отреагировал. Я тебе на полече, помню, где сестра рассказала, что ты потерял сознание. Интересненько. Но я правда не помню этого. Что я, ты не помнишь, читера? Да. Не знаю, кто вы и те, кого вы назвали. Говорю уже, можно на ты. Извини. Как скажешь. Ладно, тебе отъезжаться надо. Уважаю, ты застал пачку папирос. Простойте, говорю, на этот день. Больше я всегда вряд ли страду. Понял. Я заглянул в пачку, там было 8 штук. Воздравливаю его, в общем. А, погоди. Он уже был себе раньше уходить, но раздражал Семена. Мм? Ты помнишь, зачем ты тут? Что? Ну, как тебе сюда попал? В 1-2. Не помню. Ну, ты помнишь Оливия Белова? Да, я с ним... С ним вчера познакомил. А он говорит, Дмитриевна, помнишь? Ужатый улыбнулся. Что, у кого? Понял. Помнишь, откуда ты? В 1-2 задумался. Чёрт. Кажется, я всё забыл. Ты переборщи, намолись. Ладно, доработаем. Поним тебя. Отраживайся, я по своим делам. Спасибо, и тебе хорошего дня. Ужатый ушёл. Так, он всё забыл. Но больше, чем надо. Это надо как-то исправить. Но зачем мне надо увидеть её? Да и вдруг я исполнился пионер. До не среднего дня жить. Моя цепь не кончается. Нужно поторопиться. Тише, нигазуй. Обожаю, что это медленно достал папиросу. То есть, тебе можно так просто взять и подокурить? Тебя это позволено нарушать правила, а мне нет. Это не совсем нарушение правил. В смысле? Ну, гляди. Как правило, кто-то получается что-то за что-то пиздое мне или наказание. Верно? Да. А у меня иная точка зрения. Так скажет. Человеку он окажет в случае, если он спарился. М? Это он окажет не за то, что ты нарушил правила, а за то, что ты спарился с нарушением правил. Ты попался? Это очень увлекательно, но это все еще не решает наш вопрос. Своим аллергом ты так добр заговаривать будешь. Бурголубка уважатого пропала. И сериал на лицо прозвучал из его ус. Послушай, мальчик. Тое существование, ровно как твое спасение, зависит через помощь меня, так? Пионер грубо кирнул. Так. 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 Хоть бы не ты тут ставишь условия. Логично. Однако ты просил меня на полупом сгнамен на твое условие. Которое ты весьма и меренно уже выполняешь. Понимаешь ли, родной? Он говорит, другая. И в искусство нет, это бывает. Геористическая инженерия по-твоему искусство? Геористическая инженерия по-твоему искусство? Мой юный друг. Уже пришел бычок. Ты чувствуешь виновный уровень бытия. Понимаешь? Собой живет неизменные потребности порочек рук и потребностей общества. У тебя было такое, что ты делаешь что-то и понимаешь, что ты делаешь все твои жизни. Да, каждый день пытаюсь по попыткам выбросить, где я этого притяжывал в лагере. Эти сигнал-то меня в черную рубашку одел. Терный мне нравится более, чем белый. Спасибо, что не страшно. В общем, когда я доберусь до того, что мне нужно, я делаю то, что было ранее мною обещано. Или убью тебя, если пойму, что обещанное мною невыполнимо. Это по-твоему сделка? На смерть тоже вы хотите согласить? Чем длительный вариант. Может, просто вернешь меня домой? Привожу максимум усилий. Даю слово краску. Понял тебя. Убывай. Ты не раскрылся. Ладно, пора навестить ее. Поехали не отличать смену. Он лежал в кровати, напротив сидели девочки. А знаешь, с одной стороны, даже хорошо, что ты все забыл. Оля задорно улыбнулась. И чего хорошего? Ну как же. Будет шанс испытать что-то вновь? Хм. Девонька, может мне хватит лежать? Я покажу что-то у себя. Если нет и еще раз нет. Ко мне сказали, что сегодня я должен лежать тут. А я и есть хочу. Ой, совсем уже было. Вот это шло к двери на секунду. На входе она обставила этот контейнер на тумбу. Я подавала его Семену. Тут вот обед. Обед, сколько времени уже. До времени двенадцать только. Попрошу одну повариху попросил, пойду готовить себе что-нибудь вкусненькое. Волоно крепкая контейнер. Странно, что тут вообще контейнеры есть. Ты это девятнадцатый бег же? Ну да ладно. Оля притянулась ввезет Семену в вилку, и он в свой день начал уплечать это. Хочется хоть. Уже он довольно улыбкой кивнул. Кушай, кушай. Оля сидела и улыбала Семена. Волота немного напрягала. Аааа, ибо она казалась, что она делала Семена. Ладно, что-то я засиделась. Попозже ты завишу. Не скучайте. Слава Богу, ушла. Ммм? Да достала уже. Покойно побыть с тобой ее дает. Ревнуешь? Конечно, моя баба. Будет виноват, даже если баба баба тебя подбегнет. Мощно. Да если мы на трогатурном пустой картели не сидели. Ну? Купали, поели, можно и потрохить. А мы равно ужинаем. Давай уже раздевайся. Все, вот что-то как раздерели, давай ее изнутри. О да, что-то я долго ждал этого. Два дня. И теперь почти прям. Бурнала наскользко. И он огнулась к смену. Хочел видеть, насколько. По воздействию дьяволе колен, она подключила шутки с трусами. Ух ты, и ты и правда сприкал сегодня. Я их скинул. Попробуй прекратить твои страдания. Она внялась в руку. О да. Сначала дергать его за руку вниз. Ее в дверь подключались, и боялась резко нагрузка в крышу. Угу. Неожиданно. Черт. Она причем на курточках, и она продолжала влезать в стыкло на кровати. Что такое? Не помню, я же на все. Здесь еще окна, две двери или нет. Все им просил на него взгляд. Она была занавесена. А расслабься? В порядке. Все выстрелы на трассе шутками и залез припадет под одеяло. Зарабачки, к слову, на нем не было. Фиола подпорошла к двери. Привет, Фиола. В Венгук вышла красивая, мениательная девочка, с очень яркой улыбкой. Это что за милое создание? Слушай, мне нужно кое-что нужно. Могу попросить? Да, можешь. Она повернула к Семену. Привет, Семен, я Маша. А вот я уже всем пришли, тебе рассказала. Так быстро, вот да, Йор. Ты, правда, не помнишь меня? А настояло бы, Балта, только мило, что хрен, Семену все еще не падал. И, к сожалению, не помню. Что-то нужно, Маша. А, нужен Йор. Давай я сразу заседку сделаю. Куда тебе? Да не, я имею ввиду, на лишней баночке не будет. А зачем тебе столько? Ну, надо. Семену все еще не могу огласть взорвать от ее улыбки. Так зачем? Виола, ну если что-то прочее у меня, я не просто зачем что и как. Она подмигнула. Как скажешь? Все, в Йор залезу такую речь, вот эту, вот эту, все добавлю к Семену. Давай ее Маше. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Спасибо. Я, кажется, догадываюсь, что она будет делать, Маша ушла, странная она, но я не буду говорить. А что у вас яд, что ли запрещено хранить? В смысле? Но почему нельзя привести с собой обычный йод? Обязательно спрошу, чего вы в медпункте. Но именно за этим и нужен тут медпункт. Как бы вы сами явно лучше этим распорядниваете, чем какие-то дети. Но мои есть дети. Но точно не мы с тобой. Я на улыбнулся. Иди уже сюда. У них происходит секс. По твоему яд лица вожатого? Часом позже. Ладно, сижу, душа садится на скамейку. Ох. Пробежка была довольно знатной. Ладно, с ней все в норме. Тебе влезли кушкодить, что ли? Давнее конецкого хорошего детектива. Пожалуй, хорошая затея. Но перед этим, что друг Маша. Он улыбнулся. Как же я себя люблю, блин. Он пришел громко. И приключался. Тишина. Заперто. Серьезно? Заперто? Окей, сыгран по грязному. Возвраты доставки сверху ключей. Одна из ключей была криво выцарапана. М. И он таки открыл дверь. Малорель, к которому дуба гранино натыкали, не любит черные мышцы, чиперки. Ну, привет. И костяново делаем изнутренного взрыва. Алиния. Купьем. И ничего. Она обрагала. Немного хора там было. Немного хора там было. Немного хора. Немного хора. И накидан, что он не покарывал, что она не завидит по нам. А вот она кинозья снаторили, крикитера сидела мошка. А то я на ней молоко и ест. И длина, война вошка. Да я отвечаю. Сиделась. Неважно. Она добилась сегонемая, стеканая, и не заморочкой. Если нет, вот это такое. И что-то творилось. То, что ты сочетел. Это тихий. Наза ли тел. Уголеная спасла. Матрорусы, кухи. Дура Слушай, ну не плачь, убедиться. Вот я плела вода. Она менял на своем, для вас не лезть. Это она не врос, не взяла на меня. Но всё-таки она не спочилась. Это всё-таки так сильно. Не понял. Не надо себя объяснять. Ты спустил, ты спустил. Она с тобой подошла. Ладно, что следствие молодец будет. Представь, я ничего не думаю. Скорее я с этим делаю. Ладно, что искать. После этого не запутать ничего нечего получалось. Теперь нужно запутать... Ахм... Это не улетелья. У меня не было все. Где-то нам пафе, это было. Когда мы должны маски. Я не хочу наделать. Я нужно, чтобы оставаться. Но я признаю все это оборвление. Те, наверное, не было, Наши все представители, Я не знал, что мы подстанем. Возвращение, Я не знал. Я не знаю. Это было несколько шансов. Но я неBUILясь. Но я не знаю. Оля дойдет и увидит то, что делал, ну, сексом вынимается с Семеном, и еще приветствую станет. Ай-яй-яй-яй, а вот что здесь, ну, ну, вот, что-то будет закрывать, что-то происходит, не закрывать сейчас, перекрывать для меня. Ребята, это я. Можно выйти? Не знаю, да. Я пойду? А, э, э, я пойду? Ну, я пойду, смотри, смотри на двери, бет рюкзак. Что же не скрывается? Ну да, посмотри на этот свинок. Буду сказать паркмар. Что? Продолжение следует за головой, я все равно с ней. Ну, что делаете? Ну, я птица слежу. Всё, как ты могла, а уж мне нравится. Вело проследить его не слышало из-за закрытого окна. В ночь этого видела, как Оля плакала. Да, Семен, потому что лезло и вопросительно глядел на Виола. Я тебя ненавижу! Попросто не отстать Семена. Оля ушла. Виола следовала с членой Семена. Что такое? Блин. Он предпросил. Что случилось? Она увидела нас? Да, в секрете. Упс. Я не поняла, что она говорила. Значит, вот что я крик, кто на меня ненавидит. А Липп, полностью призр. Тотше, я за Соли покулять еще договаривался. Наслил ее ради тебя. Да, я помню. Ты вела девась. Да, пойду поговорю с ней. Ты оставишь меня здесь одного? Да, а что? А так разве можно? Ты же не ребенок, верно? Давай я полежу в получачика как-нибудь. Хорошо, все будет в норме. Надеюсь. Семена ушла. Хм. Ты что будешь заняться? Блин, может подрочить. Поначал глядовое помещение. В котище. Могли бы хотя бы оставить что-нибудь провести лица. Он к нам двигается напротив. Там был стеклянный шкарльный шкафчик с замком. А это что там? Он головы встал и подошел к нему. Начал смотрим баночки и тюбики, которые там стояли. Его внимание привлекся к странным тюбик с надписью первичин. И что это? Он оглянулся и увидел ключи на столе, оставленные виолой. Открышил он видеонадпись, которая нельзя было видеть из-за закрытого шкафчика. Она была на обратной стороне дверцы. Да ладно. Меткотикон давать в экстренных случаях в крайне малых дозах. Слой глядовый шкафчик нашла маленькую баночку Меткотикон. Меткотинон. Малых дозах, серьезно? Зав в руку баночку, я открыв ее. Ух ты, боле! Она нужна довольно резко-допута. Ох, миндаля. Пахнет приятно. Я почему бы не так хочется летать нюхать? Пахнет, я помню, не спорю на какого-то порошка. Она забыла себе все тупались, это эссенция безумия. А это что, че дурь? Это все жная, это все чернатное. Очень хотел, что было на поясе. Она в глазах сняла. Дорога берегу, пожалуй. Она сжаловалась к себе в канон шортов, а шкафчик закрыл. Я в обкрынии, идет под одеялка. Это эфириня поглощала его. Все, что я его кружал, кажется, у меня было более ярким, чем было до этого. И мощная. И помню, ну какая караёнь его. А на таком я пытался бороться наружности, но меня подавлял. Скажи я, шикен, по-боге, я просто закрасил. Перевел уже. Спасибо, Боже, я до потери хуй. Уже тут, кстати, открытая любимая. Орлумная. А что, кихая, человек, весь мир, что, чтобы ему было бы страшно. А какой-нибудь подлетел, с ней снимал, не дал. Но он для этого уже не понимал, ему какого-нибудь было хорошо. Но тут после Маше и Леонид. Ой-ой-ой, какие люди. А на конец этого тут, я так скучал. Он, между дядей, наулыбался, и тарах, что ли не хуже Мику. Гребёва. А, Биома, а ну, смотри, куда-то. У нас тут такое произошло, и поверите. На руках, короче, я, короче, тарах на Биома, а это всё только и в деле. А-а-а, посрали, Биома, не знали ли я это, Биома. А потом, короче, настоят ими похитители, входят и испугал. Прикиньте, ну, я умора. Да, продолжу пияться. Да, дай Маше. Да-да, Маша, да? Да мне так понравишься, ты такая красивая. Обожи, неужели на тебе, честно. Дай мне у тебя, красавица моя. А вот твою голову, пожалуйста. А-а-а. Я не могу. А-а-а. Маша, что у тебя? О-о-о-о, моя фига. А-а, как и ваша, я вам покажу, увидел, лишь под огромным образом, наверное, произнояющий. А-а-а. Девочка моя. Он подошел и обнял Машу. Она отпугала тебя на месте, не любит, терпя как голос, а мы за прижимаемся. Идиоткий кусок. А-а-а, иди сюда. Я тебя обниму, Леонид Николаевич. А-а, я ему послал делать вот этого. А-а, ну, стой, сука. Он замер. Вот это взял водопедер, взял руку к себе. Слеза Фартукова, он не ушел. Он не нашел, что здесь все и здесь. Он взял вот, наверное, рекомендовал голову, опинашка своей, грелит тебе четко в глаза. Что происходит? Маша не понимала, что он делает. Видимо, Маша у таблетки головы отменяется. Он предложил глядеть ему в глаза. Себен Робшу настоял и не понимал, что происходит. Так, аниматься будем или как? Стой, Маша, позже прессую их тебе. Хорошо. Маша из пуганого бежала. Четворись, идиот. Пошли вам ебанулся. Это ничего хорошего не прийдет. Сейчас я-то знаю. Отказывай, что у тебя и как у тебя. У меня виола. У меня офигенно. Да, я вижу. А уже пошел голову Семена. Что ты его употребил? Винт? Шпунтик? Шпунтик. Ты ебанулся? Сейчас я тебе моё сетчетро, я же. В последнем словах, если дрон говорят еще ибо такие эти слова. Сейчас я буду читать, я же. Эй, да-эй. Ебанат и куц. О, я не знаю, как раз рейкер. Он летит, что он. Последний он. Это шедрон? Да, шедрон. А ты где его взял? Вон там. Он гернул на шкафчик. А зачем ты? Хотя только я запрошу тебя. Я не могу просто. Я не могу. Как-то я в дворе ходил. Заварил? Я не могу просто. Простите, я не могу. Заварил? Поговорю, довольно-то странно. Да. Как-как. Заварил? Пожалуйста, я офигел. Ты. О, ебанат, я не могу. О, ебанат, я не могу. Я не могу. Ебанат, я не могу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Э-эхе-хе-хе-хе. Э-эхе-хе-хе. Дальше. И змеи под руком. И не как-как. Э-э-хе-хе-хе. Э-э-эхе-хе-хе-хе. Э-э-эхе-хе-хе. Э-э-эхе-хе-хе-хе. Вожатый, водорожок Семёна, вожатый ебал Семёна, кто-то упал. Поэтому я не отличаю Виллу, она пришла к своему домику. Может быть, как-то смолчите, сидела Оля. Наркомания прошла, слава богу. Увидев её, Вилла удивилась, ибо выглядела она весьма спокойно. Оля. Ибо выглядела она весьма спокойно. Оля, она повернулась к ней. Прости меня, за что? За то, что ты увидела? Прошу тебе ночи. Она на секунду логнула. Что? Ты чё, парла? Думаю, всё так просто. Оля, находился в доме у него, но вы этого не увидите, потому что хватит мне, чем этот мне пить не удовольствует. У тебя есть выбор, что я тебе сделал, когда ты его снял? Либо я отражаю людей от твоей правой руки, либо я даже в твоей голове. Оля, я тебе не знаю. А какие есть тебе? Я думал, что ты так можешь кататься на моем мужике, а что мы верим, а потом мне сказали на высока. Эх, ты же шутишь? Потом я пытался ей улыбаться. Ну и все так же серьезно, где она не делает. Как я сучу, ты че? Что же моя подруга лучшая, забыла? Она, та самая лучшая подруга. Тот разказан на инвестиционной базе, которую я поздравил за все смены. Ну так надо было действовать, а не стоять как это... Вообще, вот по сути. Надо было действовать со стороны Оли, если вот нравился человек. Ну выбрал семена Виолу и что с того. Это его выбор. А видите, Виолу вёл, ну такое себе... Оли вёл, ну короче, он понял. Ну такое себе, и видите, в этом совершенно другого человека тут не считает. Зачем? Ну он выбрал Виолу, всё. А она просто помильно получает. Ну прости меня. Ты хочешь сказать, что больше не будешь? Таковая правда добрая и наивная, но ты на это и не офикывая больше от положенного. Ты верили ко мне проводить с ним до конца весь сегодняшний день? Оли покраснела ей было лично. На глазах появилась блага. Катина. Хочешь сказать, что больше не ляжешь к нему? Делать что-то у себя не однозначно. Поскольку Эли тоже импанировался над своей инсушкой жизни, как у автора, она... А Конде попроще, чем быть граничным. Блин, да иди ты в жопу. Да иди ты в жопу. Оля, Оля удивилась. А она, Антур Виндрасе, как видишь, у меня с ним всё выражено успешнее, чем у тебя. Ах так? Да я прям щас пойду ему... Канай соходим. Хочешь? Ты даже не умею. Научишь меня. Я? Тебя? Девушка, ты всё ещё действительница в России в этом... В основном государстве. Потому что твои родители богатые, всё же не значит, что ты получишь меня. Ага. Будешь его член, что я бы так... Ты пришёлся тогда, как я только вышла до столёта. Западное воспитание ничего хорошего тебе не дало. Серьёзно? Тогда я бы... Чего он трехом меня, а не тебя? Вообще валяешь его. Ну... Ну вот. С родителями его головы много куда водили. Я знаю, как стройно всё вокруг. Можешь в вокруг той страны, в которой... Там много стрёмно трахаться до свадьбы или покурить травки. Покурить ты покурить травки? Ой, всё. Стоять, это я не договорила. Он остался в полной роте, но он на расстоянии вытянутой руки от живого, сиренную расстроившую. Ну всё, хватит. Оля взяла её рукой за галстик и принесла лицо вплоть к своему. Она испугалась. Слушай меня, девочка. Этих середных голов заставил меня Олю вдрагивать. Сейчас я пойду и отцедлая парня, которые тебе нравятся. А ты будешь знать об этом и плакать, запопутно осознавая, что не можешь чего сделать с этим. Иди и жри, пока твой мальчик будет кормить меня своим хреном. Она против её галстик, мол, Оля заплакала. Надеюсь, неудачница. Думала, что Ла оттуда направляет медпорт. Ну не, Белова жёстко, конечно, обожурает с ним. Если в какое-то время она пошла туда. Сказала, какая-то треклятая. Мужика моего она захотела. Ишь какая. Всегда не порвана ещё, чтобы ходить такого, как он. Она взорвала задельную ручку, заперто. И как это понимаете? Она приступила. Проходи. Что случилось? Они встали в проходе. Проходи, говорил. Она застошла. Семенович лежал на кровати и спал. Радно стоял стул. За него сел вожатый. На дверцу пригрой. Она, испуганно проверила, что Ла К. Подвернула крышу двери. Что произошло? Твой хахаля обдолбался. Обдолбался? Взрос, сунул руку в карман его шортов. И вытащил эту баночку с пушкой дроном. Как он получил это? Велая лишь удивлённо продолжала смотреть. Что это? Ты не знаешь? Нет. Окей, начинаю курсы на аркологии. Это Джефф. И он опасен. Джефф? Вот это одна умница. А теперь предпочитаю подповедать, как он оказался у него. На беспонятии. Мало того, что этот баран снюхал его, так он и живёт. Ну всё. Её, как же себя какой ебан. Как он у него себя? Я пришёл себя смашивать, чтобы простить у тебя таблетка головой. А этот убытый, что рано же говорить, что это не её забрали. И следует обниматься головой. Ах, он как бери, греманый. Вот и я о том же. Ты знаешь, что все страховые препараты где-то? Где-то? Это вообще не важно в том, что ты клянул шкафчик на видном месте. Он бросил гляд на этот злощадочный шкаф. Видимо, там понятно, приговорил с ней. Нет, яд, пожалуйста, не делайте этого. Серьёзно, остается наркотическим веществом на воду у пионеров. И зачем вообще тут эта хрень существует? Сестра показала, что были случаи какие-то тяжёлые. Я николоня уже безнадёжно умирающим пионерам во всякое, дабы облегчить страны. А, но так же другое дело. Пожалуйста, не говорите ей. Она поймёт, что я облажалась. Эх, ладно. Но всё равно я впервые и последний раз выручаю. Спасибо вам большое, Леонид Николаевич. Вела побежала и обняла его. Тихо ты. Сиськами поздно не принимайте. Сиськами с женой и кремой приподниматься будешь. Он как раз нам рассказывал, как мы в то время отказали. Вела покраснела. Да ладно, не дурак я. Я понимаю. Молодые же. Предохраняйте хотя бы только, а то не хватало, чтобы твои пионерки забеременели. Вмечем же. Да. Надеюсь, больше я ничего лишнего не вболкнул. Но как? Только то, что вас уволил и видело. Сделало вновь покраснело. Идиот в кусок. Не изведу вам, в общем. Решать свои проблемы по-взрослому. Разговорами. Пыталось уже. И что? И неизвестно. Ладно, обед уже. Пойдём пообедаем. А он? Запрём его тут. Он всё равно ещё подочечника спать будет, как минимум. Ну хорошо, пойдёмте. Они ушли на обед. К слову, баночка с Джеффом пробовала, зато он у меня с собой. Только не отец Семёна. Он даже на кровати перед нём стояла Оля. Нагребанный твой урод, Семён. Спять с сахариками своими с ними на кровать, короче. Сколько можно? Молодец улыбается и подмотал. Девель, дай поздрать. Я тебя золотой на целую неделю приготовил. А ты это... Конечно потарчишь. У меня перекус. Надо же на то, что мне это. Добежи меня. Но допустим. И чё у тебя в этой форме такого восходить? Я, наверное, неделя как кончилась. Я скоро буду комсомолом. И мне хочется решаться, чтобы побыть пионеркой. Ну-ну. Эээ... Ты очень против творчества 20-летнего персонажа с Семёной. А я будучи мне... А я будучи мне... А я будучи мне семнадцать лет. И говорю уже, нет туристов самого пионера, которая похожла. Welcome to the... Welcome to the 21-century century. Ху... Хуентали, давай по-русски. Эх ты. Чё за... Чё их я? Я виноват, что ты меня в этот бедванс сейчас затащил. Замей, ты сама со мной обещал в автобусе. Кабаке дома могло бы уехать домой, сеть по тысячам и другим. Ну да. Там из бурака были только тонкие и толстые. Ну и ты. Хочу тебе комплименты. Лучше бы... Лучше бы дот принес. Он подпихнулся. Ты чё? Да так я чёс. Эээ... Перехуй начал. Перехош? Ага. Пропробовала. Тс, мальчик. Начнула бы уже дорогу к чем-то женской спросить. О-о-о. Я двое попоспорил. Это и тот ещё трех понюхал. Но Юля же смеялась. Ещё тот. Мы понюхали. Она же опять же смеялась. Она сняла трюсик. Держи. Я же даю сухарики и мне завнят сутрики для Юли. Вкусненько. О да. Нравится запах моих вкусов. Блин. Ещё бы. Я же не знаю. Спрашиваю. Присаживаю. Хотя я уже жду сухарчика. Уже предвкушаю. Я же начал с этой системой на жачок. Я и в день клип боится ебанётка. Но как это было по закону завтра, Желая стал врываться именно в этот момент. А где ты был? У Ольги Безрына была очень зла. Ммм? Ты же тебя носил два часа. Я уже весь влагерь обошла. Да так гулял. Где ты гулял? В параллельной вселенной. Не верю, что неделю так это парчует. Что-то... Не верю, что неделю там это парчует, что тут. Да, странно. А Пионер оказался более интересным собеседником, нежели ты. Ну так что, ты помог ей. Я все время помолчал. А ты не важно. Не надо так париться, ладно? Не надо париться? Он глупо был уверен. Я блин за всю смену в этом ужасном лагере наконец-то встретил человека, который мне понравился. И когда он был в битвике пропадает на два часа, я должна не париться? Хотя это всего лишь два часа. Я видимо не понимаю, что такое два часа без любилого человека. Любилого человека, может с ней разок перепихнули? Видимо не разок. В смысле? Голос затих. Алло, голос. Что тут? Молчание. Эх, горько толковое. Ёло. Одна самая. Да как ты? Вот ни хрена вас-то. Будет тебе уроком. Отходился от опиума жесткий. Может быть откроем глаза? Он попытался. Блин. Ммм. Я не могу. В смысле? Я не могу открыть глаз. Да, словно век издевали она. А ты говоришь, что я перед тобой. Серьезно? Я взял руку с ней на мяну и положил на свою сиську. Вау. А че вообще случилось? Ты забыл, что ты сделал? Оброшу шкафчику снюху что-то, а потом кафтмаги. Хорошо, что я его видишь. То есть ты смотришь перед Леонидом, чтобы ты был под дуре. Блин. Серьезно? Да. Он сказал, что я ничего не видел. Это как? Вот аккуратно это глаза. Но если это произойдет износ, то есть данным обоим. Ладно, сейчас крою твои глаза. О да, скорее. Повторяю, это слава жатого. Победу был делал курс на домик Маши. Но Маша просто сидел на ступеньках и потравил небо. Ахм. Он перевал взгляд на него. Угу. Я снова здравствуй. Почему я их варать? Я присяду. Валяй. Он все рядом с Машей. Ну че, напряженным окей. Блин. И что дальше-то? Может я даже скажу что-нибудь? А, да. Что за мануал? Он взрослый мальчик вроде. 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 Вануал самая ночная. Это вообще было утром. Я хотел тебя о том же спросить. А потому что без того, чтобы ты меня зародил. Вроде бы все логично, не? Но я думаю. А что тебя смущает? Вот факт, что это мой ребенок. Который сидит на мне. Которого я создал. Это факт. Которого я должна разница. Такого не меряйте. Нет. Это мне не интересно. Зачем ты меня отразил? Мне бы казалось, что ты уменьшил тебя от самого. Это выгодный исход. И чем же выгоды? Ну смотри. Насилуешь ты себя такой пейонеркой. Никто ничего не об этом. Не знаю об этом. И вдруг он завершает. А вдруг только надо летать. По плане логики. И так же логично, что тебе надо заниматься в студии. Но я вот так, чтобы об этом никто не узнал. Зачем было меня останавливать? Тебе нужен ребенок? Да. Мне нужен ребенок. Что? Ты же гребеный эгоист. Боже, больше всего это, что я работаю тебе. Ты ведь правда ты думаешь? А что я тебе скажу, что это было... Прямо это все было часть моего плана. Ты зачем поехал? Не жюй тебе ребенок. Потому что у людей есть в голове в клетке. Че? Эх. Ладно. Ладно. Это быстро. Что ты мне покажешь? Че я там не ведет? А выберу тебе больше. Я даже не знаю, что это не может быть. Но живее берешь прилично. Хе-хе-хе-хе. Еще. Вот. Куда они уже больше? Я покажу тебе точно все время от этого за несколько дней. Я как сказал, что ты бегаешь. Куда? Так. Серьезно. Ну, пойдем. Блин. Ужолка я совсем кайфовый. Через какое-то время они подошли к второму плату. Дальше. Закурой же даты меня принял. Я принял, я принял показатель для моих вам магнут области. Что и что? Выдал я твой маком. Хороший. Скажите. Я больше не буду тебя найти. Я в река туки люблю, пока ты не ровешься сама. В маршрутах дурина надо вернуть в злену новой жадной. Серьезно так? Да. Прости меня, я идиот, я бы хотел в этом взрослый. А когда сделать это в турном, я согласен, а не могу тебе А сейчас, на что-то спадало забытание, я приверну куда-то у меня об окружающейся. Может, не надо, может, плохой человек. Может, точно не надо. Я хочу добежать эту девушку, которая нанесет его ребенка. Поговорю, что деворка хочет только использовать ребенка. А с лоукой, если играть искать, то деворка они абсолютно не напредят. Слежа скотча, что-то были прогрессии независимы. Рассказки, что-то были прогрессии независимы. Не переживай, я уже тоже больше с собой. Что? Ты? Что ты не сел? Что он для того, чтобы замер, и устретает тебя здесь до следующих дней? Что? Я пропускал, потому что ты не знал только кому-то в головах. А хорошая, предупредительная дистанция. Ты совсем рехнулся. Ты мне до конца век сломать хочешь? Ты мне до конца век сломать хочешь? Я с хотелось бы гаилить, и с хотелось бы я таки. А не то, что внутри моего пуза. Ты что, в пакуе? Упускал экзамен, это то, что он соприкладывается на другую кровать. И так же, я думаю, что, в общем-то, в воде нет. А в другой, в которых я тоже не знаю. У меня много серий в марте. Где нет? В марте я. У другой, что да? Она поднимается, и так. Ну, допустим. В общем-то, это то, что в любом гостей, которые я тебе сейчас рассказываю. Ну, я видел рядом для Показей и кобиджерное место на МГУ. МГУ? МГУ. МГУ. Так, всё, давай что-то. Направил Маш в явное место. Так. А я уже оттеку. Возвраты, наверное, в целевые позоруды, чем Маша, кто-то делает, но она не могла. И так же, я сказал, что все это в основном для Показей. Моё все это будет. Маша была шокирована. Так что? Что ж ты сразу же мне не раз бы сказал? Она с этой фильмом даже заикала. Идём в вашем сфере. Ты мог бы сказать, что это естественно, что я брать дело для тебя? Пошли мне. Я бы думал, что варианты любить я себе. Но так же, грустный вариант был самым действием. Вожатый стал на колени, обнял Машу за ноги. Я бы могла подсказать уже. Порти меня подправляться, если сможешь. Ты прощен, вставай, перестань. Я обещаю. Ты больше никогда не сделаю тебе плохо. Я делаю уже по максимуму кафос мне для тебя. Верю, вставай. Маша. В большей хитрый лук появился для тебя вожатый, но Маша этому не убедилась. Он стал и начал доставать кое-что из кармана. Раньше я специально подшил его, чтобы никто не нашёл. Я нашёл что? Это тебе. Ну давай ей помочь второй Маудер. Это что такое? Это наша Семёна ракета. Это что-то случилось, что теперь в небо. А что у меня? Мы случились в обычайной ситуации. Я проёпу-то подозреваю, что наши планы могут подмешать. Всё. Пойдём только расскажу. Что-то нет, это Семёна. Он уже накроет его обнимку с Виолой. Это было перекрепно. Где-то я этого уже слышал. Рад, что тебе тогда понравилось. А я тогда как рада, что ты их расстрел. Они поспевались. Какой-то может? Не особо. А что? Зрать охота. Ведь тебе нельзя выходить. Увы. Осыпать будем, мы будем ночевать тут. А еду я тебе перенесу. На курочку хоть могу выйти? Выйди. Он быстренько одежды, национальный начал выходить на улицу. Он ушёл и застыл. Пионер. Присунга на протестере стояла и непреклонно молчала. Ты чё тут делаешь? И почему на тебе телевизорный балахон? Привет. Да, привет. Так я всегда пробился. У меня немного времени, на самом деле. Пока он не прочитывал, что это всё, что это всё тут. Ммм? А я буду через три дня, чтобы закончить начать. О чём ты? Ты знаешь о чём. Ты всё помнишь. Понимаю. Ты чё не забывай. Память тебе никто не стирал. Просто такого тьма не сработал. Короче, я это ты. Я рада поёшь на балладу. Его Юлию ей помочь. Я рада поёшь на балладу Юлию ей помочь. Но я так сказал славу. И когда ты я был. Как и ты был бы. Взять понять, что почему ты знаешь. Мне надо смену. Разумной был друг друг от меня. Нормально. Так что ты чё ты нашёл ещё? Это станет зная. Если не разговариваешься. Но я его называть не знаю. Нормально. Сегодня мы возьмём третичку сухих. Примерно сухих. А я буду сейчас поменять на будущее. Что там будет? Я бы не захожу. Не беги за ней. Побежи за ней. Не выберешь всё. По чёртам кричит. Пару перед собой. Да. Высок. Сейчас я убежал. Но я сбратишь. Монзаром, здорово. Так что. Матка. Как тебя чё ты? Наверное, нормально. Ты, я делал. А я бы ты не будешь добывать. А я не буду. Стараюсь. Как ты говори, потому что. Нет. Сейчас я буду. Стараюсь. Стараюсь. У меня. Вот это углуб. Понимаю. Бывает, я кэм. Да, нам нужно снимать ответ. А между ними в ней началось напряжённое молчание. Оба понимали, что имели какие-то секреты, но она не могла их вводить. Если бы ты вышла Беола... Что случилось? Да всё хорошо, нужны таблетки Беолы. И, конечно, честно, дам. Беола заставила обратно в земельный пункт. Да, всё так, но пристально глядывала вожатого. Поробно как вожата, под предзрением глядя на него. Что-то тут не так. Ну, что новенького? Так как-то вся тухленькая у тебя? Зайдёт. Только резкая улыбка вожатого пропала. Что-то ты там темнишь, парень. Я? Ни в коем случае. Какой-то можно? Ужирайте хоть. Вожатый Глядович, за несколько минут будет корм. А я тебе... А тебе разве можно в столовой? По идее, нет. Беола принесёт мне хавку. Ну, тогда ладно. Пожалуйста, я опросил лопатику Центромона по вожатому. Ну, ладно. Ну, благодарю. Продвинём гладкость. О, это хороший знак. Погласим. Пойдём, поужинаем. Пивовала. С радостью. Что вам он задумал? Скоро буду, Семён. Не скучай. Поздравляем гладкостью, ребята, в составе. Ну и ладно, не очень что-то хотелось. Поздравляем от лица Оля. Ну что, ребятки, всё. На этом мы с вами закончим. Продолжим следующую серию. Прочитаем этот третий день. Дочитаем третий день, и там уже четвёртый будет. Ну что ж. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok